Всем привет! Привет! Очередной вопрос освещаем ПДР лампу. В данном случае видео будет посвящено самоделкам. Всего время прежде чем определиться с покупкой лампы заводского производства. Долго и нудно изобретал, делал. Но вопрос, как говорится, не об этом. Как устроена лампа, сам принцип. Что там есть, чего там нет. Основные принципы, чему должна соответствовать лампа. В данном случае это мобильная лампа, которая стоит на присоске. О ней и поговорили. И вторая часть вопроса о том, что не только классический свет, там теплый и холодный. Кто-то в холодном работает, кто-то в теплом, кто-то комбинирует. Но есть еще одна разновидность. Это лампы RGB. Такое тоже имеет место быть. То есть лампы, в которых можно менять цвет светодиодов. Давайте сначала начнем. Лампа. Естественно, лампа такая оборудуется, во-первых, питанием, шнуром, аккумулятором или чем-то другим. Присоска, блок, лайн. Ну это вот, не про демплей. Я попробую осветить в мелких подробностях. Поехали дальше. Из чего состоит лампочка? Сам корпус. Потом светодиодные полоски. Естественно, подходит питание. Если надо, ставятся включатели-выключатели. Что немаловажно. Ставится диммер. Это все, в принципе, копейки стоит. И рассеиватель. В данном случае рассеиватель. Вот такой вот. Обычный из ОР-стекла из молочного, из тройки. Все мы его видим на всяких рекламах и прочем. Это обычное ОР-стекло. Ну, естественно, полоски. Все это подводится под 12 вольт. Ну и так далее, тому подобное. Ничего тут сложного нет. Значит, первое. В мобильных лампах. Это они должны быть мобильными. То есть, либо это аккумулятор, либо 12 вольт. Либо 220 вольт. Кто-то с адаптером делается. Второй момент, значит, какой. Вот этот рассеиватель. Он должен правильно рассеивать свет. Правильно это как? Сразу же вставить вопрос. Правильно это так, чтобы светодиоды в данном случае немножко недоработано было. Вот я вот этот край нижний поднимаю и верхний. Вот видите, свет рассеянный. Приближаю, светодиоды немножко проглядываются. Ну, для пущей важности вот покажу. Тогда вот так работать это очень неудобно и в принципе даже мешает работе. Поэтому рассеиватель на такой лампочке должен находиться на таком расстоянии, чтобы светодиодов не было видно, а был виден только свет. Ну, это подбирается методом экспериментов. А вот мы видим, да? Светодиоды все-таки просматриваются. Это неправильно. Надо делать так, чтобы светодиоды наши не просвечивались и не мешали нам работать. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дополнительно можно пользоваться всякими рассеивателями, вот такими тельняшками, светопроводящими. Любыми, какими вам удобно работать, такими и пользуйтесь. Тут вопрос не принципиальный, потому что, когда люди работают профессионально, они выбирают в основном какой-то вид производителя, покупают одну, две, три, сколько надо лампы, и в них работают, ну, это что касается профессионалов. А для начинающих, тем, у кого руки зудят и хочется сделать что-то свое, отличное от других, вот, пожалуйста. В данном случае вот это РЖБ-лампочка. Вот они, светодиоды, и вот эти светодиоды, центральные, которые у меня, они как раз и являются РЖБ. Это холодный свет светодиодики, это теплый свет, ну, это белый, теплый, белый, холодный свет. Вот так виднее, по-моему, да? Оказалось, все просто. Батарейка слабенькая. Вот я нажимаю. Таким-таким цветом, таким-таким. Это тоже имеет место быть. Я потом видео смонтирую. У меня там два или три видео есть. Маленькую нарезочку прибавлю. Тоже в этом можно и нужно работать, кому нравится. Как говорится, я в свое время тоже поработал, наигрался. И работаю в обыкновенной лампе с теплым, холодным цветом. Хотя есть куча мастеров, особенно за границей. Я много видел. Кто работает вот в таком свете? В синим, в зеленом? Вот в таком свете. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok